15. Ежедневно нужно своевременно и грамотно гасить гормоны стресса при помощи интересных физических и умственных нагрузок, природных факторов, вредающего дыхание, а также в полной мере, закрывая потребности организма в активном метионине. 15. Магнит, цинк и глицин, в том числе принимая аптечные препараты. Никогда не пытайтесь делать это чревоугодием, курением, пьянством и наркотиками. 15. Знаете, на что, вот на это я все вам скажу. Что такая рекомендация, она такая развернутая. Гасить гормоны стресса при помощи интересных, возможно тут слово не интересных, а интенсивных физических и интересных умственных нагрузок, как бы сказать. Значит, рыдающее дыхание, так-так-так-так. Ладно, дальше не будем там. Если вы, вот со своего опыта я вам скажу, когда я стал следить за собой, за тем, чем занимается мое сознание, то есть вот буквально таки вот сидит перед вами один Геннадий Петрович, а рядом сидит другой там Генка, который следит за тем, что делает Геннадий Петрович, как он мыслит, как он поступает. И как только что-то у него начинает, гормон стресса возникать, какое-то раздражение, в первую очередь сначала возникает раздражение и недовольство, которое потом выливается уже. Стресс это уже, ну, будем говорить, драка. Либо эту драку вы подавили внутри, ах, я бы дал ему, ну вот он, весь горит. То есть вот этот вот Генка со стороны смотрит за вот этим Геннадием Петровичем, и как только что-то начинает его, как бы сказать, только раздражать, только раздражать, делает намек на раздражение даже, он его сразу же отдергивает, говоря, а почему это тебя, почему ты на это начинаешь вот таким вот образом реагировать? Почему ты на это реагируешь? Что, других реакций нету? Что вообще, если ты начинаешь на что-то особо сильно реагировать, на какую-то ситуацию, которая создалась у тебя в жизни, на умственный процесс, почему он тебя зацепил? Чему он хочет тебя научить? Этот умственный процесс, эта ситуация, которая развивается в стресс. Чему? И вот когда ты начинаешь разбираться по этому пути, а не просто махать там кулаками, угрожать там и заниматься там мордобойством, то тут получается совсем иная работа в организме, которая препятствует выделению вот этих вот гормонов стресса и прочим, 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 там адреналину, там подъему давлений и прочим, прочим, реакциям организма. То есть у вас должен стоять внутренний сторож, который бы контролировал вот этого сторожа поставить и заставить, чтобы он следил за вами. Очень непросто. Эта работа, внутренняя работа вашего сознания требует времени, долгого времени. Потому что мы отвлекаемся и забываем, что у нас тут какой-то тут еще этот сторож сидит, который должен нас одернуть. Нет, мы тут сами по себе. И вот когда вы вот эту культуру мышления поставите на нужные рельсы, так сказать, вот тогда у вас не будет никаких гормонов стресса, понимаете? Вы что-то будете делать осознанно. В конце концов, если надо вдарить, вы вдарите. Если надо промолчать, вы промолчите. Если надо поступить там по-иному, вы поступите. То есть вы сделаете все правильно, осознанно, но не сгоряча. За что потом начинаем жалеть и сожалеть. И, наконец-таки, шестнадцатого. Доброта, вера и любовь помогут сохранить здоровье на долгую, полноценную жизнь. То есть доброта, вера и любовь – это уже, так сказать, производное того, о чем мы немножечко говорили. Если вы… Вот смотрите, доброта. Разберем доброта. Если вы к тому человеку, который вас оскорбляет, а меня тут оскорбляют ежедневно через канал, относитесь… Вот как к этому относиться? Понимаете, что он стоит на своей ступени развития, на своей собственной ступени развития. И он считает, что вот так надо это сделать. То что с него, будем говорить, отвечать ему тем, что он вам послал. То есть вы, понимая это, начинаете относиться к нему с добротой и пониманием. Вот откуда берется доброта. Вы не раздражаетесь на этого человека. Еще разок повторю. Понимая, что он находится на своей ступени развития, духовного развития, интеллектуального развития. И он пока вот на это вот готов. Вот, а вы мочу там это. А что ж вы мочу не пьете и так далее. Будто там другого ничего нету и больше ни о чем никак не говорил. Вы тогда с добром относитесь к этому человеку. Вера. Далее. Вера возникает из-за того, что… Ну, лично я начинаю понимать, что все в этой жизни справедливо. Вот справедливо. Потому что именно та жизнь, которая сейчас нас окружает, та, которая идет, это следствие поступков мыслей наших собственных. Вот что мы помыслили, как мы поступили, что мы это, мы то и имеем. И вот лично вот так я понимаю вера, что все, что не делается, все, что не делается, это делается для твоего же собственного блага. Благо, пусть это будет очень жестоко, что-то и так далее. Но ты туда в эту жестокость, в эту вот ситуацию влез сам. И дабы, чтобы ты из нее вылез и что-то вынес для себя полезное, ты должен через нее пройти. И вот такая вот вера возникает. Ты не отталкиваешь это, не хочешь вот такую ситуацию, всякую ситуацию. А когда она создалась, ты уже понимаешь, вот она вера, что это, веришь в то, что это сделано для твоего собственного блага, для твоего собственного развития. Вот такая лично у меня вера. Возможно, она у вас будет совершенно иная. Опять это все зависит от того, на какой ступени развития духовного, душевного, интеллектуального находится человек. И, наконец-таки, следующее, следующее. Любовь. Любовь. Вот это вот такое понятие любви, что, вот видите, можно так сказать, жизнь, любая жизнь, начинается вот в акте любви. То есть, вот как раз вот этот вот оргазм, который возникает при совокуплении, это вот эта вот радость, любовь, которая дает начало жизни. То есть, сам вот этот акт показывает, что это вот так вот, это такое, мы говорим, любовное, радостное действо, когда возникает другая жизнь, когда возникает другое творение. И что все мы с вами соединены в этой огромной вселенной колоссальным количеством связей. Мы буквально-таки впаяны в некое, в некий живой субстрат, который называется вселенной. Он же является Богом. Это я понимаю. Вы, может, по-другому понимаете. Вот. И все это делается, как бы сказать, для блага и развития вот этого огромного организма. То есть, вот как каждая клеточка в нашем организме. Вот я Бог для всех этих клеток. И что-то, допустим, они все работают на меня. Все клетки организма работают на меня. Я даже их не ощущаю, где там в ноге находятся, где-то в ногте, в волосе и так далее, там в кишках и прочее. Но это все работает на меня. И это все, как бы сказать, мой организм и я, мое сознание создало для своих собственных целей. И когда ты понимаешь, что ты вот этот вот, как бы сказать, вот такой вот творческий винтик в этом вот огромном организме под названием вселенной, ты тогда понимаешь, что все действительно создано со своей собственной любовью и целесообразностью. И даже если что-то происходит не так, как бы тебе хотелось, но ты понимаешь, вот веришь дальше, вот это еще вера, понимаешь, что это целесообразно для общего, целого, которым ты являешься. Заговорился, ладно, тут отключилось у нас, значит, работает это, это у нас, когда камера работает, и мы с вами заканчиваем. И вот когда ты понимаешь, что вот эта целостность, в которой ты находишься, которую ты уважаешь, которую ты понимаешь, которую ты любишь, и тогда вот эта целостность начинает поддерживать тебя и сохраняет тебе здоровье и долгу, полноценную жизнь, в результате которой ты, как бы сказать, уже осознанно одариваешь вот это все целое, в обмен на то, что тебе дали жизнь и возможность проявиться. Ну, как-то так. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok